В любом случае, я вам еще раз говорю, я у вас сейчас регистрирую заявку на перезвон по расторжению договора. С вами будет связываться с отравлением. Вы две заявки сейчас зарегистрируете. Заявление в свободной форме вы меня примете и заявку на перезвон. Я вам сейчас и регистрирую ваше заявление на расторжение, отправляю для перезвона в свободной форме. Я вам не могу оформить две заявки на одну и ту же форму. Вы пять минут назад сказали, что вы принимаете заявление в свободной форме. Правильно, вы просите там расторгнуть договор. А это же не вы рассматриваете, я же пишу не вам. Совершенно верно, я в компании и отправляю ваше заявление на перезвон по расторжению договора. Нет, я не просил на перезвон, посмотрите, что я прошу. Расторгнуть. Значит, вы отправляете заявление о расторжении договора. Я не просил перезвонить. Потому что другой функции у меня нет возможности этого сделать. Я вам тоже еще раз повторяю, с января месяца 2019 года процедура приостановления действия договора на услуги интернет и телевидения происходит по единому федеральному номеру. Теперь я скажу, я прошу в этом письме не звонить мне больше никогда, а расторгнуть договор в письменном виде. Поэтому я вам говорю, когда вам сотрудники перезвонили, вы отказались от разговора. Я не отказывался от разговора, мне никто не перезвонил. Вы только что сами себе противоречите. Мне не звонить, я ничего подтверждаю. Как они будут звонить? С тех пор я уже не хочу, чтобы мне звонили. Прошло три месяца, я ждался. Вы заявку, не три месяца, а еще раз заявку, у вас первая на расторжение, вы подали 26 августа. А в июне я пришел сюда. В июне месяце то же самое, мы с января месяца не производим процедуру расторжения договора. Я считаю свое потраченное время, когда я к вам хожу, понимаете? С июня месяца я трачу три месяца. На расторжение договора, который вы не имеете права расторгнуть. Совершенно верно. Ну вот и регистрируйте заявку на расторжение договора. Срегистрировали. На перезвон в любом случае вам сотрудники заявления на расторжение регистрируют, но вам будут звонить для подтверждения вашего заявления. Это такие правила, к сожалению. Где тогда находится сама компания «Паум» в Ростелеку? Адрес письма у вас указан. Центральный офис Невайского представительства Екатеринбурга и на полице. А тут нет адреса. Вообще ничего нет. Смотрите. На конверте тоже имеется. Уже они без обратного адреса приходят. Конверт от мирового судьи. Это же не «Паурус» или кто. Но это не от мирового судьи приходят. Ну посмотрите, от мирового, говорю, а вы говорите, не от мирового. Если тут же русские буквы-то не английские. Смотрите. «Естец. Публичная акционерная общество Ростелеком. Город Новосибирь. Улица Дусика-Вальчук, 258, 3-2». А вы мне только что сказали, в Екатеринбурге. В Екатеринбурге представительство Уральского региона. А это расчетная отдела находится там. Компания Ростелеком. То есть надо съездить в Новосиб и там написать заявление, да? Вы можете съездить в Екатеринбург и написать там заявление. А в Екатеринбурге подскажите адрес. Я сейчас заявление у вас регистрирую. Я сразу завтра поеду. В Екатеринбурге все то же самое происходит. На Церно скажите адрес. Там в любой офис, какой вам будет удобно, в Екатеринбурге, в центральном офисе, там где у нас находится офис, там вас не будет никто принимать и обслуживать то, что есть. А скажите, где будут принимать? Вот в такой же офис любой приходите. А где он находится-то? А где сам офис? Здесь на Малышево 123. Амонсона 63. Ещё. Амонсона 63. 63? Угу. Ну, я хотел бы сказать, что это в Екатеринбурге. Ну, хватит. Всё то же самое. В смысле, то же самое? Вы сказали, что можете съездить к Екатеринбурге. Нет. У вас та же самая процедура, вам то же самое скажут, что нужно позвонить по телефону. А письменно я спрашиваю, где можно? Письменно я сейчас ваше заявление регистрирую на расторжение, но заявка идёт, чтобы вам перезванивали операторы для подтверждения. А вы не понимаете, о чём я спрашиваю? Вот мне нужен человек, который отвечает за пауэрус. Вы говорите, что вы не отвечаете. Они по телефону вам и звонят. А мне нужна личная беседа. Куда ему? Точно в новости? При этом вы звоните только в федеральный номер. Они сидят где угодно. А в Новосибирске кто-нибудь есть? Понятия не имею. Я не езжу в Новосибирск. Тогда где они находятся по уроку? Это они сидят. Они виртуальные какие-то? Почему они виртуальные? Хотя бы один человек есть в стране от них, представитель? У них находится офис. Где сидят операторы, которые занимаются расторжением договора? Меня не интересуют операторы. У меня нет адреса. А человек с доверенностью на исполнение услуг, представительства? Мы сидим здесь, от вас принимаем заявление. У вас доверенность от них есть? Конечно. Ну так как вы говорите, нет у вас никаких полномочий. Расторгнуть договор, у меня нет полномочий с вами. Я от вас регистрирую заявление. Возвращаемся снова. Они сидят, поединой федеральной линии работают. Вы адрес можете уточнить у них, где они сидят и от вас примут представительство. У вас доверенность есть на разглашение их адреса, который сидит человек? Нет. Такое нету разглашения их адреса, где сидит их человек. То есть они спрятаны где-то, да? Какой информации у меня нет? Они спрятаны. Возможно. Не знаю. То есть такой организации вообще не существует. Она существует, почему? А как она существует, если нельзя с ними пообщаться? В компании у вас указан, почему она не существует? Так и нельзя с ними пообщаться, вы говорите, никак. Кроме как по телефону. Вы только что раз 10 это повторили. Что я вам повторяю? Что нельзя физически с ними пообщаться, кроме как по телефону. Заявки. Но это, к сожалению, не наша привилегия. Это распоряжение сверху. Так какие ваши привилегии? Можно перечень ваших привилегий? Я от вас принимаю зелень. Я его регистрирую. Но для подтверждения, чтобы произвести расторжение, вам с вами будут связываться сотрудники компании PowerOS Telecom. То есть от вас не добиться, где компания находится, не добиться от вас или как? Нет, не добиться. У нас много представителей. Спасибо. Представителей много, но все по телефону только общаются. Но если это единое распоряжение с главного офиса. Где главный офис? Москва. О, наконец-то. Москва, Новосибирь, Санкт-Петербург. Спасибо. Я только что спрашивал про Новосибирь три раза. Вы мне сказали, что там никого нет. Допустят ли вас туда? А как не допустят? Как не допустят, если это общественная организация? Вы что такое говорите? Президент России у нас тоже общественный человек. Вы к нему уже ходите? Так не ходите? Ходят так же. Так же зарегистрируются на пресс-конференцию. Это же есть процедура. Лично же к нему вы не ходите? Не ходите. Лично некоторые ходят. Причем тут президент? Вы сейчас сравните с президентом? Почему? Просто есть организация, где сидят. Куда не допускают, да? Куда тянут деньги судей? Вот такими вот приказиками. А вот это что? Смотрите, за три месяца я не пользовался. Это вам просто идет предупреждение о неподействии оплаты. Какое предупреждение? Это уже приказ вынесен. Вы что такое говорите? Вы судебно вообще видели хоть раз распоряжение на оплату? Ну будет вынесен, какая разница? Будет же вынесен, будет. Это не могу знать. Я знаю точно, что будет вынесен. Это мне надо тратить личное время отменять этот приказ. То есть еще месяц замят. Уже полгода я с вами хожу и мучаюсь. Не могу расторгнуть договор. А уже полгода находитесь. Пройдет-то полгода с приказами, со всеми отменяются. Сейчас три месяца, потом три месяца. Это уже шесть месяцев. В любом случае, вам в течение 48 часов будут перезванивать операторы по вашему заявлению. Другой информации я вам не могу... А вы мне какой-то корешок даете? Я вам сейчас зарегистрирую, что номер вашего заявления зарегистрировано. Теперь я вам сейчас зарегистрирую. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...